Татарстан отмечает День государственного герба. О жизни и профессиональном пути Игоря Романова, профессора Казанского университета. Кто предсказывает погоду и как им это удается? Всем привет! В эфире «Универновости», а в студии Гульшат Губайдульно. Казанский федеральный университет по одному из ключевых мест вуза – Музею истории Казанского университета, где рассказали об истории становления высшего учебного заведения, о выдающихся ученых, возглавлявших и прославлявших вуз и продемонстрировал памятники истории. Далее приступили к официальной части встречи – обсуждению совместных проектов. Казанский федеральный университет реализует сотрудничество в рамках заключенных соглашений с 11 научно-образовательными центрами Республики Корея. На сегодняшний день в вузе обучаются 9 граждан Республики. Что касается научного сотрудничества, то еще в сентябре 2007 года был образован Центр корееведения Института международных отношений. С 2016 года он был преобразован в научно-образовательный центр исследований Кореи корееведения. 7 февраля 1992 года Верховным Советом Республики Татарстан был утвержден государственный герб республики. Символ региона давно знаком не только жителям страны, но и за ее пределами. Крылатый барс – самый светлый символ, обозначающий силу духа, стойкость и единство народа. В регионе, в мире и согласии проживают представители самых разных народов, которых объединяет любовь к родине и желание развивать и строить светлое будущее для родной республики. Углубиться в историю герба поможет моя коллега Елизавета Газизянова. 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете ТАССР. Этот шаг положил начало кардинальным преобразованиям национально-государственного устройства Татарстана. Стал своеобразной точкой отсчета в проведении политики глубоких преобразований. Новый статус республики обязывал к созданию собственных официальных символов. В том же году Верховный Совет ТАССР сформировал Конституционную комиссию во главе с первым президентом Ментимиром Шаймиевым, который предстояло подготовить Конституцию Республики. Для разработки государственных символов Татарстана в составе комиссии была создана рабочая группа, которую возглавил народный депутат поэт Ренат Харрис. В комиссии были объявлены конкурсы на создание флага, герба и гимна, а в республиканской печати опубликовались проекты и организовывалось их обсуждение. Ожесточенные политические дискуссии вызвала и работа по созданию герба республики. В проектах присутствовали образы с герба Казани, Зеланд, архитектурный символ столицы, башня Сюембике, полумесяц со звездой, зооморфные символы, волк и конь. В ходе дискуссий свой вариант предложил советский и российский литературовед, краевед, геральдист Назым Ханзафаров. Он считал, что центральное место в гербе Татарстана должен занять крылатый барс, заимствованный из символических образов волжских булгар. Автором исполнения этой идеи стал художник-монументалист Риф Фахруддинов. Государственный герб республики Татарстан был утвержден 7 февраля 1992 года по становлению Верховного Совета РТ. Поле счета изображено в красном цвете, как символ восходящего солнца, источника жизни и света. Некоторые трактуют солнце как знак доброго знамения чистоты и непорочности. Образ барса, его позы и приподнятые лапы характеризуют его как сильное и крепкое животное. День государственного герба республики Татарстан призван еще раз напомнить о неприходящих ценностях и целях, которые нас сплачивают. Этот священный символ, вдохновляющий на яркие трудовые достижения и покорение новых высот в науке, культуре и спорте, неизменно будет дорог всем поколениям жителей республики. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Переедание характеризуется постоянным желанием принимать пищу без ограничения, пократности и порционности. Человек все время хочет есть, а сам процесс питания, в том числе пережевывание пищи, приносит успокоение. Чаще всего переедают пищу из обычного рациона в режиме постоянной добавки. О том, что такое переедание и как его избежать, разбирался наш корреспондент. Современный мир заставляет нас жить в условиях высоких скоростей. Постоянная работа и куча невыполненных задач заставляют пренебрегать полноценными приемами пищи и на ходу придумывать быстрые способы утолить голод. Подобные ситуации могут привести человека к расстройствам пищевого поведения, в числе которых значится переедание. На самом деле, основной его причиной является стресс. Он провоцирует людей употреблять в несколько раз больше еды, а некоторым процесс сживания помогает быстрее успокоиться. Чаще всего такое расстройство пищевого поведения становится катализатором многих серьезных заболеваний. Вообще, люди, страдающие перееданием, у них, как правило, лишний вес, они страдают ожирением. То есть, обычно это видно на УЗИ, там есть признаки стеатоза, это накопление жира в печени, также может быть поджелудочной железе. И также часто бывает у таких пациентов изжоги, гастроэрфигиальная рефлюксная болезнь, эрозия в пищеводе. Это связано с повышением внутрибрюшного давления. Часто такие пациенты после еды ложатся или некоторые поднимают тяжести. И это способствует забросу желудочного содержимого в пищевод. И таким образом травмируется слизистая оболочка. После переедания человеку могут помочь несколько простых правил, которых следует придерживаться. Ни в коем случае не стоит принимать горизонтальное положение. При нем процесс переваривания замедляется. Именно поэтому стоит выбрать что-то среднее между действием и бездействием, а именно размеренные прогулки или небольшую активность, которые помогут быстрее облегчить свое состояние. После того, как вы переели, ни в коем случае не рекомендуется в течение двух часов ложиться, потому что также это способствует рефлюксу. Потому что при горизонтальном положении, при также ношении каких-то тугих поясов, бандажей, то есть это тоже все способствует давлению повышенному и тоже может провоцировать рефлюкс. На смену пищевых привычек нужно время. Большого вреда от разового переедания не будет. Если же вы замечаете, что переедание становится системой и вы не можете справиться с этим самостоятельно, обратитесь к специалистам. Врач-диетолог или гастроэнтеролог помогут вам составить рацион и выстроить систему питания, а психолог поможет разобраться с заеданием, стресса и эмоций. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Мы продолжаем рассказывать вам о научных достижениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны в Казанском университете и о тех, кто за ними стоял. О профессоре Игоре Романове в сюжете Карины Саяховой. Игорь Романов родился 25 августа 1915 года в Казани в семье врачей. В 1932-м поступил на физико-математический факультет Казанского государственного университета. По окончании вуза с отличным дипломом был оставлен ассистентом кафедры экспериментальной физики. Одновременно с 1940 года занимал должность заместителя декана факультета. В 1941 году Игоря Романова призвали в ряды рабочей крестьянской Красной армии, и он стал участником Великой Отечественной войны. Служил в составе 146-й стрелковой дивизии, начальником разведки, 280-го артиллерийского полка, помощником начальника штаба артполка и командиром арт-дивизиона. Участник сражения под Москвой Смоленской операции. Во время боя за деревню Фомино вызвал огонь на себя, когда немцы стали окружать его передовой наблюдательный пункт. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу». Во время проведения Смоленской наступательной операции награжден Орденом Отечественной войны второй степени. После освобождения города Спас-Деменск был тяжело ранен, ему оторвало правую ступню. В 1944 году, едва оправившись от ранения, он вновь включился в активную работу в стенах Казанского государственного университета. Именно Игорь Романов стоял у истоков кафедры радиофизики и внес большой вклад в восстановление учебного процесса после войны. Выдающийся профессор подготовил 10 кандидатов и одного доктора наук. Он являлся одним из научных руководителей снежных десантов географического и физического факультетов. Заслуженный деятель науки и техники Татарской автономной Советской Социалистической Республики в 70-е годы стал почетным гражданином города Спас-Деменск-Калужской области как один из первых освободителей города. Люди всегда мечтали научиться предсказывать погоду по ряду причин. От этого напрямую зависело качество и количество урожая, состояние домашнего скота и многое другое. Со временем танцы с бубном переросли в нечто большее. Целую науку о погоде и ее состоянии в настоящем и недалеком будущем – метеорологию. Подробнее о том, как специалисты, не применяя магии, способны заглядывать в будущее и каково это – знать то, чего не знают остальные – расскажем в следующем сюжете. У природы нет плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Именно поэтому, прежде чем выйти из дома, следует посмотреть прогноз, который составляют специально обученные для этого люди. На первый взгляд может показаться, что это все гадание и совокупность примет. Казалось бы, все ясно как день. Если солнце с вечера садится в тучу к похолоданию, если радуга появляется на востоке – к хорошей погоде. Однако одними приметами не обойдешься. Зачастую ситуация требует точного ответа на вопрос о погоде. Тогда людям на помощь приходят метеорологи со своей необычной и довольно загадочной наукой – метеорологией. Это научно-прикладная область знаний о строении и свойствах земной атмосферы и протекающей в ней физико-химических процессах. Из этого следует, что никакой магии здесь нет. Все исследования и выводы базируются на прочной научной базе, исходя из химических данных состава облаков, воздуха и всей атмосферы в целом. Действительно, даже слово «метеорология» у некоторых вызывает такое двоякое, может быть, ощущение. Часто люди путают метеорологию с метрологией, хотя метрология занимается мерами, единицами измерений, мерами весов и так далее. А метеорология, как это исследует и название самого, и звучание слова, состоит из двух корней – метео и логос. Метео – это любое небесное явление, логос – изучать. Таким образом, все процессы, которые протекают в атмосфере и не только в атмосфере, это все попадает в фокус изучения метеорологов. Это очень динамичная наука, и я уверен, те, кто хоть поверхностно погрузится в нее, они обязательно в нее влюбятся. Метеорология не стоит на месте. Она постоянно развивается, открывая новые возможности ученым в исследовании и прогнозировании погоды. Самыми верными считаются прогнозы на следующий день. Погода на неделю обычно носит условную вероятность в 60 и ниже процентов. Это напрямую связано с состоянием атмосферы. Чем ближе к необходимой дате сделан прогноз, тем он актуальнее. Кроме того, по мере развития науки и изучению проблем, связанных с климатическими и атмосферными изменениями, появляются новые решения и методы. Используется большое количество технологий, специализированных приборов и систем. Все это позволяет с каждым разом увеличивать точность прогнозов и развивать метеорологию на встречу открытиям. На метеоплощадках используется огромное количество приборов. Притом эти приборы, как и стандартный набор приборов, которые используются по всему миру, это обязательная программа. Но также, например, существуют метеостанции, существуют метеообсерватории, где помимо наблюдательной такой функции есть и научная функция, где перечень приборов шире. А так, например, если на метеостанциях, на стандартных по всему миру, наблюдают за температурой воздуха, влажностью, давлением, скоростью ветра, направлением ветра, температурой почвы, температурой почвы на глубинах и так далее, осадки и прочее, то на некоторых метеостанциях, метеообсерваториях, такая как метеообсерватория Казанского университета есть и, например, приборы, которые позволяют нам мониторить не только метеохарактеристики у Земли, но и распределение, например, температуры и влажности по вертикали. Человек, который пожелал связать свою жизнь с этой наукой, должен понимать, что методы исследования состояния атмосферы и многие другие необходимые вычисления и расчеты обязывают его к высокой образованности и наличию знаний физики, экологии, химии и высшей математики. Аккуратность, аналитический склад ума об условиях крайнего севера и отличной здоровья – это требования, которым должен соответствовать любой метеоролог. Подробнее о том, кто такие метеорологи, смотрите в программе «Как так?» на телеканале Универ ТВ. Президент Каримова, Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. С 29 января по 3 февраля в районы Республики Татарстан выезжали два социальных отряда студентов штаба студенческих отрядов Казанского федерального университета. Социальный отряд студентов «Мираз» оказывал помощь в Апастовском районе, а отряд «Матур» в Тетюшском. Помимо активной социальной работы студенты общались с населением и посещали музеи, изучали историю и традиции районов, гостями которых стали. После выезда студенты подготовят видеоролики для публикации в социальных сетях, для информирования молодежи об истории районов Татарстана, сохранении культуры и традиций. Инициатива социальных отрядов студентов поддерживается университетом уже 5 лет. В 2023 году проект «Добровольческая акция социального отряда студентов «Мираз»» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. На этом все. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!